доброе утро друзья сегодняшний день обещает быть очень интересным ванек вставай начальник начальник вставай говорю мы вчера самокате собирали шеф ты чё штука такая мягкая о добро утро друзья приветствовал вас хочу вам показать какой все рассобрал самокат да вчера в общем свой ком тут ковырялись шкурили ему доску потом красили в белый цвет наклеили вот такую шкурку получилось просто пушечка колесики поставили новые да это то что осталось от моей прошлой доски смотрите это металлическая стружка все ванек зарядку делаем и едем куда планировали пошел 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 очищаю погнали погнали на друзья спасибо дорогие друзья в городе москва есть вот такая вот волшебная дверь которую я недавно сделал за который вы попадаете вот в такой прекраснейший магазин трюковых самокатов который называется райт экшен также все это есть на сайте и доставка по всей россии о май гад какая прекрасная погода погода реально бомба честно говоря может ведь все что угодно смогать но когда вы в мете колеса это ни с чем не сравниться да реально чувство вообще обалденный смотри высота руля на высота руля пацаны фифтокит хорош 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 даже не знаю что сказать Так, Ваня, что, куда мы едем-то? Бархатные тяги искать. Ты знаешь, где их можно идти? Есть только одно место, где их можно идти. Ты знаешь это место. Да-да, я тебя понял. Дорогие друзья, мы заезжаем на просто гигантических размеров рынок в Москве, который называется Садовод. Едем к входу на Садовод. Между тачек. Через помойку, бро! Ё-моё! Ты чё? Ты задел колесом? Бро, тебя чуть не стало сейчас, блин. Я прыгаю через помойку, сейчас будет повтор замедленный. И передним колесом, врезаясь в неё, каким-то образом колеса с этого выпрыгивает, перелетая её, приземляясь вот так вот, меня вот так вот виляет, и идем дальше на ходах. Вообще жесть. Задача обогнать всех. Газу, братан, газу! Максимально за тобой собаки ты кусаешь! Ты уже с запасом прыгаешь, короче! Сейчас мы буквально на минутку переместимся домой, для того, чтобы я доказал вам, что будущее уже наступило. Привет, Арина! Привет! В общем, все вы знаете, что технологии в наше время развиваются не по дням, а по часам. Я очень дорожу своим личным временем, и вчера у нас сломался зарядный переходник от телефона. Арина расстроена. Именно поэтому я достаю свой телефон, открываю приложение Яндекс с Алисой, захожу в умную камеру, навожу её на моё зарядное устройство, и что я вижу? Камера не только определила то, что мне нужно, но и показывает, где можно это купить. То же самое мы можем сделать с любым другим объектом. Наводим камеру, допустим, на джойстик, открываем, и он нам показывает все варианты, где купить такой розовый джойстик. Пользуйтесь умной камерой через приложение Яндекс с Алисой и цените своё личное время. А мы продолжаем. Друзья, представьте себе, весь мир, Грецию, Африку, не знаю, там, Уругвай, всё что угодно. И это всё стекается в России в одно место под названием Садовод. И мы сейчас обрываемся на полный, погнали. И, короче, у нас на самом деле есть список вещей, которые мы должны купить. И первым делом мы едем за чехлом для телефона, потому что мой уже покоцался, и за защитным стеклом. Погнали. Погнали. Подожди. В общем, мы находимся в самом центре садовода. Вот это самая главная его аллея, и от неё отходят тысячи вот таких мелких аллей длиной в километр. Да, двадцать шестая. Очень круто всё выглядит. Вот это, допустим, магаз какой-то. Тут куча всяких трусов, белья там, и т.д., и т.п. Вот там то же самое. Вот там очень много очков. Вот там кроссовки. А вот там чехлы, которые как раз нам нужны. Вот такой вот тут выбор вообще просто бешеный. И так в каждой палатке. И да? Да. Хотите прокатитесь? Нет. Красивый, да? Да. Это я сам его делал кастомизировал. Это хороший, маленький. Чего нравится? Холёсый, маленький. Да, да. Это для трюков специальных. А-а-а, вот так, да? Да. Вань! Покажи девушке трюк. Трюк? Да. Любой, любой вообще. О, молодец! Молоток очень красивый. Ты её чуть не упал, так что ли? Здесь просто люди. Хочешь, хотите самый сложный трюк вообще? Нет, нет, нет. Не хотите? Я весь первый раз сделал. Давай. О, молодец! Пришли в ещё один магаз с чехлами. Ё-моё! Среди вот этой кучи нашли чехол точно такого же цвета, как у меня. Вот он. Забирается. В общем, мне ещё вот такой понравился. Просто чисто чёрный. И вот тут под камерой какие-то дырочки. Вот на таких вот гигантских телегах тут таскают товар. В общем, Марине возьму вот такой, вот такой, и вот такой вот. Три цвета симпатичных. Есть у вас защитное стекло на вот этот вот телефон и на 13 Pro получается? Есть. Можно, пожалуйста? Хорошо. Ты самый хороший. Сколько это всё будет стоить? Вот сколько по отдельности? Это, брат, по 250, то есть это 400 рублей. Вот эти чехлы по 250 рублей все, да? Да, все. А вот это 400 рублей плёнка. Это 400 рублей. А вы плёнку можете наклеить? Стекло, да. Спасибо. Спасибо. Опа, я забыл про заначку. Это у меня на чёрный день. И сколько чехлов в день вы примерно продаёте? Ну, разные, брат. Ну вот от и до? Ну вот от 10-ти ночной до ещё 100 рублей. Сколько? До 100, брат. 100 штук. 100 штук за день? Да. Вообще круто. На 250. А? Смотри, нашёл чехол. Ещё у нас оптом есть тоже. Угу. Точно так. Залптом, наверное, больше тысячи. Честно. Чупакой. Спасибо, его. Прикольно. Вау. Слышь, реально подсалон на Мерседесе с мишкой такой клёвый. Крутой. Но брать не буду. Всё, готово? А давайте я чехол тоже сразу поменяю. А поттеры чехол, он вот тут на углу у меня уже не держит. Поэтому его в помойку. Чтобы вы не думали, что я тут разбрасываю с чехлами. О, красота. Да, с камерами, с такими клёвым. Братан, чехлы, надо смотри. Какой тебе? Всё, закупились, погнали дальше. До свидания. Стоим. Пойдём посмотрим. Вообще то, что надо. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, греческий салат? Смотри, как аппетитно манты выглядят. Вообще сказка. Спасибо. Какой манты? Так салат будешь? Ага, спасибо. Мне кажется, что в таких местах умеют плов готовить. Такие манты, два манты стакана. Интеллигентно сидим. Приятного аппетита. Тебе спасибо. Всем, кто сейчас смотрит это видео и пьёт чай, либо кушает, всем приятного аппетита. Наше путешествие по седоводу продолжается. Это тот самый рынок, на котором есть даже фонтан. Просто что происходит. Чё, по кайфу? Чё, вы кайфуете? Вам нравятся трюки? Да, да, супер. Спасибо. Главное, береги себя, голову не разбей себе. Конечно, конечно. Шлем одевай себе. Конечно. Профессионалы. Профессионалы? Да, обидел, как он профессионал. Чё-то не ударил. Давай я трюк покажу. Да, привет. К нам подошёл человек. А ты нас знаешь, что ли? Да. Реально? Да. Смотрел где-то? Да. Как меня зовут? Петя. Давай, давай, сделаем это. Спасибо. Респект, мужик. Хорошей жизни. До свидания. Спасибо. Участливо. Давай, кладай. Такой я его отпустил. У нас же наклейка есть с собой. Держи. Это тебе. Грязно, пацаны, простите меня. Вот тут вам могут сделать сок из свежих гранатиков. Прямо вот так вот. Опа. Стаканчик. Вообще красота. В общем, сильно гонять не будем, потому что тут на самом деле реакция у людей немножечко, мягко говоря, негативная на это. Все начинают кричать. Эй, эй, чё, гоняете? Ну, потому что реально народу много, а мы тут исполняем. Поэтому на аккуратных чисто двигаемся. О, тетя идет в оранжевых пушистиках. А подскажете, где тут молодежная одежда? Вот рядом с молодежной одеждой есть такое? Какая одежда? Просто кипит это место. Могу другое трю. Круто? Хе-хе-хе-хе-хе. В общем, если у вас небольшие бюджеты, сейчас в России в принципе кроссовки подорожали, и вы хотите купить себе кроссовки для катания, то на садоводе просто есть гигантический выбор всех паленых кроссовок, которые только можно себе представить. Вот эти нравятся. О, Nike SB. Видали? Проверяем себе стельку, стельку проверяем. Не, на самом деле есть кроссовки прям паленые, а есть типа как копии. Качество. Если в хорошем качестве найти, ну, конечно, такое. А я себе покупал вот такие зеленые пушистики. Ну, такие же, только зеленые, оригинальные. А для катания я купил такие же, только не оригинальные. Мне нравятся. Цвета вообще фигуешь. Беру. А сколько вот эти, допустим, стоят? 3 800. 3 800? Вот эти кроссы, к примеру, 3 800 стоят. А вот эти? Договоримся, какой раз мне надо. Вы тебе брать со скидочкой сделаете. Хорошо. А можно я трючок сделаю, а ты меня засъемишь? Трючок? Да. Давай, конечно. Давай, можно. Бери любой. Рубрика трюки с первой. Випчик хорош. А барчик? Хильчик. А 180 с выходом умеешь? Красавчик, вообще мужик. Ты катаешься, да? Да. Давно? Нет. Красавчик. Очень круто. Это ваш сын, да? Да. А как вы относитесь к хобби своего сына? То, что он на самокате гоняет? Ну, переживаете за него? Да, ну, нет, нет, особо не за что переживать. Пока не за что. Пока до сальто не дошел, вот когда через голову начнет крутиться. Сутки ли? Не нас. Вообще кайф. Круто. Познать. Круто. Вот у меня вот такие вот кроссовки оригинальные дома. Я могу, в принципе, сравнить качество. Конечно, оригинальные прям сразу видно, что они оригинальные. Но, учитывая, что это может стоить там 2 500-3 500, за 3 500 как бы такие кроссы нормально взять. Видишь, вниз прям выгнуть. Да. Да, тем более, если брать для катания, как бы они порвутся, это вообще не важно. Можно тут закупаться. Хотите трюк самый сложный вообще в мире покажем? Какой? Трюк он сейчас вам покажет. Ну-ка. Лютый. Вань, готов? Пришел час. Брай. Брай? Брай. Все только съемку сделаю. Все посмотрю. Давай, Брай. Ай, хорошо. Ну, что скажете? Вообще бомба. Бомба? О, да, по кайфу. Прямо четко бомба. Это можно вам на память оставить наклейку сердца самокат? Видите у нас? Конечно, хотим. Это вам. Респект. Да. Спасибо вам. Это кулачка давайте. Попросили YouTube канал написать, чтобы потом они посмотрели. Когда будет? Через дней 10. Через 10 дней? Да. Через 10 дней. Петя Бондарь. Да, спасибо. Все. Это нашу ткула. Пацаны, кто смотрел видосы Сочи, помню, что я перед девчонками запорол в Брай. Мне было ужасно. Просто неловко. Сейчас такая большая ответственность. Народ просто идет, не останавливаясь. Я же стою, ждут и две. Ловлю момент, делаю Брай. Увожу тебя на две. Да, реально покажется. Да, реально покажется. Осторожно. В общем, тут какой-то въезд на подземный паркинг или надземный. Даунхилл сделаем сейчас в этой стране. Мы сюда гоним. Ноги вообще забиваются очень сильно. Чем мне нравятся видосы, вот эти от первого лица, то, что мы когда их с Ваней снимаем или я один, мы в таких местах бываем, в которых мы в жизни бы вот не побывали. Вот когда мы будем здесь еще? На фонус, на возе, на крыше. Да, на крыше, на самокатах. Погнали. Врываемся. Ё-май-ё, высокие цепи. Вот такой вот тут видочек просто лютый. Там уже, кстати, этот мост строят больше года, давно пора. А вон там мой Мерседес стоит. А, вот это все снова, смотри, какой он выглядит. Да, вот, это одна часть садовода только. Вот там еще вторая. Просто пипец. Такая махина огромная. В общем, углядел спот, перепрыгнуть через вот эту ленточку и потом под вот той вот проехать. Давай. Ааа, ты зацепил. Братуха, я уверен, что это легко. С барчиком. Нет, с барчиком не прыгается. Да. С барчиком. хорошо вообще наша рука заболела вообще не планировал делать физ болит и я тоже фингер хочу все красоты сотрём что? да бесконечность ну что друзья на такой вот нотки мы переключаемся на следующую локацию и эта локация это такое вот пикничковое пространство вечерочком мы завершаем день вот так вот красиво сидит ванечка наяривает лаваш простой или чё там сосисончик сидит аренечка это та самая девочка которой мы чехольчик там покупали сосиску очищает потому что ванечка забыл кожуру с нее снять прежде чем на мангал класть вот такая вот ерундистика я себе тоже делаю шаурму всем добра хорошей жизни мой магазин называется redaction вы должны всегда про это помнить и знать это самый крутой магазин трюковых самокатов на планете земля а может быть и во всей галактике арина вон показывает сердечки всем пока сики и помидорки закрою